Это здание на улице князя Трубецкого было построено в 19 веке. Раньше здесь проживало семь семей. В 2008 году объект был признан аварийным. Расселение было в 2014. До 2016 дом Шашурина муниципалитетом не использовался и не реставрировался. Этот факт обнаружила в ходе плановой проверки государственная охрана объектов культурного наследия. Здание выставили на торги и продали. Новый обладатель физическое лицо заинтересован в хорошем состоянии объекта. Сразу после покупки представил эскизные проекты ремонта памятника. С сохранением исторического облика, с сохранением предмета охраны достаточно грамотно подход к реставрации, скажем так, не к реставрации, а к ремонту этого объекта был очень бережлив. Организация эта имеет лицензию Министерства культуры, знает технологии восстановления объекта культурного наследия. Поэтому здесь хороший пример того, как правильный порядок действий и соблюдение законодательства ведут к улучшению состояния объекта культурного наследия. Дом Шашурина, образец городского усадебного жилья 19 века, будет восстановлен с сохранением исторического облика. Будут заменены лишь материалы, потерпевшие возрастные изменения и не подлежащие восстановлению. Это пример благополучного разрешения ситуации. А вот совершенно противоположный пример на улице Преображенска, 57, в Белгороде. Жилой дом купца Мачурина конца 19 века. Здесь написано, что лица, причинившие вред памятнику, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. А еще ответственность несут собственники. В данном случае они вовремя не реставрировали здание, что привело к разрушению кровли. А еще к частичному разрушению фасада. Этой зимой неубранный вовремя снег привел к тому, что треснули ветхие балки. Собственник объекта культурного наследия – одно из белгородских предприятий. Еще в 2016 году ему было выдано предписание о том, что здание нуждается в реставрации. Прилагался список проблем, подлежащих устранению. Собственник подготовил научно-проектную документацию, но к работам не приступил из-за финансовых трудностей. Собственник в случае неотсутствия финансовой возможности, ему необходимо было рассмотреть вопрос о передаче другому инвестору этого объекта. Потому что объект достаточно востребован, здесь центральное местоположение. Объект составляет элемент исторической застройки центра города Белгорода. За непринятие своевременных мер собственника оштрафовали на 200 тысяч рублей. Передавать другому инвестору здание пока не планируют. Сейчас выдано повторное предписание. До 1 июня владелец должен разработать проект противоаварийных работ. После установить временную крышу и укрепить фасад. Если не будет предпринято никаких мер, его привлекут к административной ответственности. Штраф будет уже до полумиллиона рублей. Екатерина Ковалева, Евгений Титов. Программа «Такой день» на мире Белогорья.